Приветствую вас уважаемые друзья и коллеги по хобби. Пришла мне сегодня посылочка из Китая. Сейчас снимем обзор. Сразу хочу заметить друзья, посылка была отправлена почтой Эстонии и пришла за 12 дней после моего заказа. Заказ я сделал 21 числа. 22 числа посылка была отправлена и сегодня я ее получил. В обед получил, вечером снимаю видео. Сразу хочу сказать, готовлюсь к рыболовному сезону. И заказал себе воблеры, поводки и карабины. Все пришло, все что заказал. Заказывал набор карабинов. Хорошо упакованы. Заказывал шестой номер. 20 штук должно здесь быть. Заказал Таких вот два воблера. И заказал два маленьких кренка. Кто смотрел мою последнюю рыбалку, где я разлавливал новый спиннинг. Вот там у меня хорошо отработал один воблер. Примерно вот такой вот расцветки. Заказал очень много таких воблеров сразу, но они, к сожалению, еще не пришли. Вот такой вот маленький кренк. Сразу вижу вмятинка. Скорее всего, наверное, на производстве. Петли придется, наверное, все же проклеить. Не знаю насчет качества тройников. Вот, как видите, лежал в посылке и уже тройничок разогнулся. Наверное, все-таки под замену пойдут тройники. Ну а сейчас проверим. Продавец заявил вес воблера 4,1 грамма. Сейчас взвесим. Все проверим. Ну вот, 4,3 грамма. И размер воблера 45 миллиметров. От начала лопатки и до петли 45 миллиметров данный воблер. Вот, конечно, небольшая вмятинка. Разогнанный тройничок расстраивает. Но, друзья, цена этого воблера 48 центов. Не страшно. Для такой цены, я считаю, вполне адекватное качество. Главное, чтобы он работал и ловил рыбу. Теперь рассмотрим такой кренг. Так же имеется вмятина. Значит, это все-таки заводской брак. Потому такая низкая цена. Конечно, тройники цепляются очень хорошо за пальцы. За ноготь не цепляется, но оставляет хорошие вмятинки. Ну, за кожу вот зацепистые тройнички, но все же, я думаю, они слабенькие. И при поклевке хорошей щуки, если у вас будет затянут фрикцион, я думаю, все-таки он разогнется. Ну, а как по окуню, по мелкой щуке, я думаю, отработает неплохо. Глазки такие 3D красивые. На первом воблере красный глаз. А здесь такой серебристый, черный, натуральный. Сейчас взвесим. Ну, 4,7 с тройничками. Продавец нас не обманул. Вот эти воблеры уже покрупнее. Заглубление заявлено 4,3,5 метра. Такая интересная пузатая форма. Цена данного воблера 94 цента. 90 миллиметров его размер. Сейчас померим. Взял 90 миллиметров. От начала лопатки до петли 90 миллиметров. Но само тело 5 от носа 6 миллиметров, а в высоту примерно 3,1 миллиметра. Довольно крупный воблер. Так вот лежит на ладони. Ну, очень хорошо покрашен. Покрашен. И видно, что даже, скорее всего, пролакирован. Посмотрим петли. Петли довольно неплохо сделаны. Но все-таки я их проклею. Клеим, чтобы он не пил воду. Я думаю, дешевые воблеры. Все-таки они есть дешевые. И лучше их обработать. Вес данного воблера заявлен... Сейчас взвешу аккуратно. 10,37. А у продавца заявлен 11 грамм. Чуть меньше, чем 11 грамм воблера. Но примерно в этих пределах. Главное, что очень красиво выглядит. И теперь главное, чтобы он хорошо отработал по рыбе. Данный воблер точно таких же размеров. И вот данная расцветка, она, конечно, больше похожа на мой уловистый воблер, который на моей крайней рыбалке хорошо отработал. Но тот был крэнк. А этот все-таки такой вот вытянутый пузатик. Но расцветку я решил взять тоже такую. Опять же рассмотрим. Петли вроде и проклеены. Но тройнички здесь крепкие. Они тоже довольно вот хорошо цепляются за палец. Цена, цена 97,98 центов. Они свои деньги вполне стоят. Да еще и с такой быстрой доставкой за 12 дней я очень доволен. Тоже 10,32. Почему они указали 11 грамм? Ну, это не столь страшно. Такие вот красивые воблерки. Так же заказал 10 поводков. Конечно, мне больше нравится использовать струну первую от гитары. Ну и чтобы в комплекте у меня лежали поводки, я заказал их. 10 штук, 15 сантиметров. Сейчас скажу цену. Поводки 98 центов за 10 штук. Считаю, довольно хорошая, адекватная цена. Такие вот застежки, карабинчики. Есть такие вот вертлюжки. Ну, надеюсь, они прослужат верой и правдой. Замотали. Все заказывал у одного продавца. Примерно 0,35 мм толщина. Так вот, руками пробую. Довольно крепкий, хороший поводок. Ну, друзья, ссылочки будут в описании под видео. Если вас заинтересовало, заходите, заказывайте. Надеюсь, скоро начнется жор щуки. Выберусь на рыбалку и протестирую данные воблеры. Всех благ вам и вашим близким, друзья.